Боль в спине, по статистике Всемирной организации здоровья, самая частая причина обращения людей к врачам. Примерно 90% жителей Земли испытывали боль в спине хоть раз в жизни. Это одна из основных причин временной потери трудоспособности. Те, кто страдают от этого недуга, используют для лечения таблетки, микстуры, растворы для уколов, различные немедикаментозные методы воздействия. Но многие даже не подозревают, что можно победить проблему при помощи лежания, как рекомендует делать это японский врач Ташики Фукуцудзе. Эта древняя методика не только помогает для оздоровления позвоночника, но и способствует улучшению фигуры, повышению работоспособности, нормализации самочувствия. В чем суть метода? Оказывается, чтобы исправить осанку и избавиться от боли в спине, нужно выполнять довольно простое статическое упражнение. Для него понадобится только скрученное в валик полотенце. Полотенце берется махровое, примерно полутораметровое. Его следует свернуть, чтобы получился валик. Длина валика не менее ширины спины, а толщина не более 7 сантиметров в диаметре для начинающих. Со временем можно увеличивать толщину, но не до бесконечности. Лежать должно быть комфортно. Свернутое полотенце зафиксировать резинками или шнурами, чтобы не разворачивалось. Этот валик надо подкладывать под разные отделы позвоночника и лежать в таком положении не более 5 минут. При этом происходит постепенное растяжение позвоночника. Позвонки перестают наезжать друг на друга. Восстанавливаются межпозвонковые пространства. Улучшается состояние дисков, обеспечивающих гибкость позвоночного столба. Растягиваясь позвоночник приводит к повышению тонуса мышц спины. В результате восстанавливается иннервация, кровоток и лимфооток по всему организму. Это обеспечивает правильную работу внутренних органов, способствует выведению жидкости. Выполнение упражнения. Лучше проводить занятия в утренние часы, но можно лежать на полотенце и в любое другое удобное время. Последовательность такая. Подготовить валик из полотенца. На пол положить гимнастический коврик, лежать нужно на твердой поверхности. Свернутое полотенце положить так, чтобы при укладывании оно оказалось в области поясницы. Сесть на коврик и аккуратно лечь на валик. Руки вытянуть над головой. Они лежат на полу ладонями вниз, мизинцы соединить. Ноги прямые, пятки находятся на расстоянии около 20 сантиметров друг от друга, а большие пальцы соприкасаются. Тело вместе с конечностями образует прямую линию. Лежать в таком положении, делая ритмичные, но неглубокие вдохи и выдохи, в первые дни достаточно в течение двух минут. Постепенно увеличивать время упражнения до пяти минут. Вставать следует аккуратно, сначала повернуться на бок, а потом встать. При выполнении упражнения возможно появление легкого дискомфорта в спине, особенно в первые дни проведения таких тренировок. Возможно использование и других положений валика, под шеей, в области грудного отдела позвоночника. Польза таких занятий. В результате регулярного, правильного лежания на полотенце уменьшается интенсивность болевых ощущений во всех отделах спины, начиная от шеи до поясницы. Кости скелета занимают правильное положение, выравнивается осанка. Внутренние органы перестают испытывать напряжение, связанное с перемещением их внутри тела. Мышечная ткань приобретает оптимальный тонус. Проходят спазмы в разных отделах позвоночника. Поднимается грудь, подтягиваются ягодицы и живот, становится более тонкой талия. Улучшается работа органов пищеварения, легких, сердца. Снижается вероятность застойных проявлений, отечности, замедления кровотока. Повышается интенсивность газообмена в легких и тканях. Проходит хроническая усталость, нормализуется самочувствие, выравнивается настроение, возрастает работоспособность. Перед тем, как начать заниматься, следует посоветоваться с лечащим врачом, потому что у этой методики есть и противопоказания. Когда не стоит лежать на валике из полотенца. Не подходит упражнение, если есть острые или хронические болезни позвоночника, последствия травм, обязательно следует посетить врача. Когда имеются проблемы тазобедренных суставов, сразу после оперативного лечения или перенесенных недавно травм. В случае обострения болезней сердца, легких, неустойчивого течения гипертонии, при лихорадочных состояниях. При использовании методики для профилактики можно обойтись и без предварительного осмотра врача, но если в процессе занятий возникают неприятные ощущения, то откладывать визит в медицинский центр не стоит. Описанная методика проста и достаточно эффективна. Оптимизировать и приспосабливать ее под себя можно, уменьшая время проведения сеанса и диаметр валика. Нельзя использовать стандартные готовые валики. Они слишком жесткие, приведут к повышенной нагрузке на спину и ухудшению самочувствия. Берегите себя и выполняйте наши рекомендации.